Как изменилась социально-экономическая ситуация в регионе за первые шесть месяцев 2016 года? Этот вопрос стал ключевым на очередной пятой сессии областного маслехата. Итоги полугодия в цифрах в своем докладе представил Акимобласти Ерик Султанов. Репортаж Ксении Куценко. Войти в тридцатку самых развитых стран мира. Такую задачу поставил перед казахстанцами президент страны Нурсултан Азарбаев. Успех и выполнение полностью зависит от работы на местах. Как развивается северный Казахстан и каких показателей удалось добиться? Сегодня этот вопрос ключевой на очередной пятой сессии областного маслехата. Отчитывается о проделанной работе за полугодия глава региона Ерик Султанов. Год во многом знаменательный. 25-летие независимости мы встречаем с отличными показателями. Положительная динамика роста достигнута во всех сферах. По итогам шести месяцев обеспечен рост объема промышленного производства на полпроцента. Продукт сельскохозяйства на 2,2%. Строительная работа на 5,8%. Инвестиции в основной капитал на 3,4%. Все это позволило увеличить доходную часть местного бюджета до 16,8 миллиардов тенге с ростом на 23,5%. Благодаря чему в области успешно реализуются все бюджетные программы, реально улучшая социально-экономическую ситуацию в регионе. Все эти успехи были бы невозможны без поддержки государства, отмечает Ерик Султанов. Особенно ощутили ее аграрии. Только на субсидии в текущем году выделено 23,5 миллиарда тенге. Эти финансовые средства позволили обновить технику, увеличить поголовье, следовательно достигнут рост производства продукции на 5,2%. Одним из важных и перспективных направлений остается переработка сельскохозяйственной продукции. 62 проектов специальной карты, принятые в нашей области, реализуются в этом году 22 на сумму 8,9 миллиардов тенге. Это прежде всего переработка молока и мяса, производство муки и макаронных изделий. 8 проектов, вошедших в данную карту, с начала этого года уже введены. Перед североказахстанцами стоит задача выйти на мировой рынок. Зерно, мясо, продукция перерабатывающих и промышленных предприятий, новые комбайны «Сампа Азия» и тракторы «Батыр». Предложить есть что. Товар качественный и по доступной цене. Открытию большинства производств способствовало государство в рамках карты индустриализации и карты поддержки предпринимательства. Только в последний на сегодня 41 проект с общим объемом инвестиций 33 миллиарда тенге. К слову об иностранных вложениях. За первое полугодие Североказахстанская область получила 58 миллиардов тенге. Ремонт дорог, строительство жилья и обеспечение чистой питьевой водой населенных пунктов. Эти задачи выполняются в регионе на должном уровне, как и решение проблем трудоустройства. В рамках реализации программы «Дорожная карта занятость» в первом полугодии введется ремонт 67 инфраструктурных проектов с созданием более тысячи рабочих мест. Выдано 211 кредитов на сумму 504 миллиона тенге. Около тысяч человек трудоустроено на существующие вакантные рабочие места. Говорил Ерик Султанов и о показателях, достигнутых в сферах спорта, образования и здравоохранения. Доклад был подробным, народные избранники активно его обсуждали. В частности, актуальную для агрария в тему уборочной страды. Впереди у нас ответственная пора. На полях области выращен хороший урожай. От организованного и своевременного проведения уборочной кампании будет зависеть в целом экономика нашей области. Из 31 депутата областного маслехата почти треть является руководителями крупных сельхозформирований. И думаю, они меня поддержат, что мы ощущаем мощную поддержку, которую нам оказывает государство в виде инвестиций и субсидий. Только в текущем году предусмотрено субсидии для АПК в нашей области в сумме 17,5 миллиардов тенге. Повышать уровень жизни и дальше. Над этим предстоит упорно работать, отмечает Анатолий Рафальский. Сегодня мы имеем тенденцию роста рождаемости в области, уменьшение общей смертности. В итоге положительная динамика естественного прироста населения. Эти показатели много лет были у нас отрицательными. Встречаясь с населением, с избирателями, особенно на селе, люди неравнодушны и воспринимают положительно проводимую вами, Игорь Комиссарович, политику президента. Встреча стала своеобразной диалоговой площадкой и для тех, кто хотел задать свои вопросы о кем области. Молодежь живет образованием, молодежь живет досугом. И, кстати, я хотел бы сказать, что ни в районном центре Тельжинского района, ни в районном центре Левитого Маликова, ни в Дневной Шинке, нет домов культуры. Ерик Султанов поручил рассмотреть возможности открытия домов культуры в каждом крупном населенном пункте. Ксения Гуценко, Михаил Казначеев, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.